Здравствуйте! Меня зовут Андрей Новиков, и я снова рад вас приветствовать на YouTube-канале проекта Aroma. Тема нашего сегодняшнего выпуска — 5 мужских ароматов на осень, которые, на мой взгляд, кажутся наиболее подходящими этому сезону. Сегодня у нас в подборке Жоз от Айзенберг, Блё Нуар от Виртуозов Мускуса Нарцисса Родригес, Кински, знаменитая Тер-Дермес и Вандервуд от авангардного дома Кам-де-Гарсон. Сегодня попробуем разобраться, чем же эти ароматы столь замечательны. Давайте приступать! Тер-Дермес. Современная классика от Жан-Клода Элена. Вышедший почти 15 лет назад, эта пряно-древесная композиция «Земля-Гермеса» моментально стала эталонным мужским ароматом. Задуманный как алхимическое взаимодействие элементов, олицетворение воды, простирающейся между землей и небом, и попытка воссоздать ощущение от запаха земли в то время, когда взгляд при этом устремлён наверх. Жан-Клод Элена в этом аромате действительно смог передать сущность элементов воды, земли и воздуха. И передать то бурное движение, которое происходит на самом старте, и которое затем алхимически трансформируется в нечто крепкое, массивное и монолитное. У аромата цитрусовый старт, однозначно различимый грейпфрут и апельсин. Они немного старомодные, слегка состаренные, острые и усиленные перцем. Это даёт старту дополнительную яркость и делает его более бодрящим. В сердце аромата расположилась герань. После кратковременного, можно сказать, молниеносного старта, её появление начинает смещать акценты с сухой цитрусовой вспышки в сторону древесных нот. Горечь герани — это необходимый элемент для дальнейшего развития композиции в бальзамическую древесную сторону. Цветочность и одновременно горькая терпкость герани сменяются ветивером, тоже сухим, и атласским кедром. Здесь также есть бензоин. Это главный источник сладости, уравновешивающий крепкий древесный аккорд. Пахнет тердермес однозначно по-мужски. Сильнее всего заметен кедр и ветивер. Древесность здесь, хоть и доминирующая, но она не отсылает нас к природным пространствам и лесам. Сладость бензоина, тягучие слегка влажные почули, делают звучание аромата откровенно дорогим. И как часто про него любят говорить, статусным. Аромат сделан так, что все его элементы лишь подчеркивают мужественные, практически мускулинные аспекты друг друга. И цитрусовая бодрость, и древесно-ветиверовая сухость, и смолистая сладость. Все это вместе создает яркое, уверенное и самобытное звучание тердермес. Он вполне мог выйти и сто лет назад, настолько все его элементы мужественности архетипичны и узнаваемы. Но качество его исполнения актуально и современно. Этот аромат у многих мужчин, особенно у тех, кто немного постарше, стал главным и любимым в гардеробе. Потому что он не только отвечает важным требованиям шлейфа стойкости, но и вызывает живой эмоциональный отклик не только у самого носителя, его внутреннего представления о том, как должен пахнуть мужчина, но и у окружающих. Тердермес можно смело рекомендовать в качестве подарка для мужчин, не увлекающихся парфюмерией. Это мощный, дорого пахнущий аромат, который никогда не вызовет вопроса, а это точно не женское. На мой взгляд, лучше всего он себя покажет именно осенью, когда его согревающая и суховатая древесность будет особенно красиво играть во влажном прохладном воздухе. Нарсисо Родригес, Блё Нуар. Блё Нуар от виртуозов мускусных ароматов в люксе Нарсисо Родригес. Тёмно-синий. Аромат на сегодняшний день имеет два фланкера. Версия Eau de Parfum и Extrême. Самую удачную, я считаю, оригинальную версию в туалетной воде, о которой и будет рассказ. При самом первом нанесении аромат кажется удивительно знакомым. На старте нас ждёт изрядная порция кардамона. Что-то неуловимо восточное и пряное, видимо, мускатный орех, и очень стойкое ощущение дежавю. И это неспроста. Аромат действительно, случайно или нет, этого мы не узнаем, похож своим стартом на культовый кортье Декларасьон. Это, конечно же, кардамон. В Декларации и здесь пряно-ароматические аккорды очень похожи. Но чуть дальше всё стремительно меняется. Вместо мешочка со специями, которыми славится Декларация, мы получаем тёплый, округлый, фирменный родригесовский мускус. У этого бренда особенная любовь к мускусным материалам и свой узнаваемый почерк в работе с ними. Мускусы вычищены от излишней животности. В них нет немытой шерсти и потных, грязных штрихов. Но они при этом живые, мягкие и пушистые. Не стерильные. Так что ощущения белоснежных простыней или отдушек для белья здесь не возникает. Это очень округлые, аккуратные, по люксовому осторожные мускусные аккорды, которые не кричат и не блестят шерстью. Но находятся именно на той грани, когда мускусная специфика ничуть не угрожает элегантности композиции. Отдельное украшение аромата — это, конечно, древесный аккорд. Кедр, эбенвое дерево и ветивер. Тоже очень чистые, без заметной смолистости и зелени. Именно хорошо нагрета суховатая древесина. Дополнительную мужественность и чистоту Bleu Noir придает сладковатый амбровый аккорд. В базе амбра становится уже очень заметной. Здесь она не пыльная, а тоже очень чистая, но не лишенная своей естественности. Ее характерная мыльность здесь очень хорошо сочетается с главным аккордом мускуса, еще более разглаживая и смягчая аромат. Bleu Noir, вопреки названию, аромат совершенно не темный. Композиция выстроена так, что темно-синий цвет оказывается не бездной, а уютным шелковым шарфом, который мог бы и греть. Но прежде всего это просто что-то красивое. Аромат приятен в своей простоте и одновременно с тем изысканности. Он не претендует на что-то заоблачное, но я считаю, его незаслуженно редко упоминают. Все же композиция очень положительно воспринимается окружающими. Ее очень приятно носить. Это как раз тот случай, когда аромат можно назвать юзер-френдли. Элегантный и универсальный мужской аромат для повседневного ношения. Но когда хочется, чтобы повседневность стала немного уютнее. Кински. После успеха непревзойденного по своей дерзости эксперимента с молекулами, парфюмер Гезе Шэн решил удариться в творчество и дать волю своему внутреннему художнику, создав аромат Кински. Посвятил он этот аромат своему соотечественнику, актеру Клаусу Кински, больше всего известному по экранизации романа «Доктор Живаго» фильмом Вернера Херцога и Сержио Леоне. В этом концептуальном аромате парфюмер отразил как сложный характер актера, его эпатажное эксцентричное поведение, склочность и скандальность, а также дух эпохи 70-х, времени, на которые пришелся расцвет творчества Клауса Кински. Аромат стартует горькими зелеными нотами. Солоноватый можжевельник, немного листьев черной смородины и сочный маслянистый лист конопли. Часто про этот аромат говорят, что он пахнет конопляным дымом и одурманивающими средствами, но здесь больше все-таки зеленых оттенков, нежели дымных. Сухой коноплю в Кинске не назовешь. Она маслянистая, жирная и тяжелая. Действительно похожая на масло. Конопля очень плотная и в расслабляющий дымок не превращается. После молекул, которые были технологически стерильными и нарочито синтетическими, Кински смотрятся особенно контрастно из-за большого количества животных нот. Гезе Шойн щедро сдобрил композицию огромным количеством касториума и мускуса, сделав аромат агрессивным и очень телесным. Причем телесность здесь подчеркнуто мускулинная. Откровенная и в чем-то даже достаточно дикая. Большое количество анималики в композиции — это еще и довольно очевидный реверанс в сторону свободолюбивых и раскованных 70-х. А также практически дословное цитирование рецептов зубастой мужской парфюмерии тех лет. Мощные животные ноты, непременный дубовый мох, ветивер, можжевельник — все самые типичные для мужского аромата той эпохи компоненты. Но чтобы сделать аромат узнаваемым и добавить ему уникальности, парфюмер обыграл это все коноплей, с которой ассоциируется бесшабашный и свободный ото всех табу актер. Аромат подойдет для разгульных осенних вечеров в шумных и людных местах. Он очень заметный, так что отсидеться где-то в тихом уголке не получится. Да и в нем этого особо и не хочется. С ним так и тянет на приключения, так что будет что вспомнить. Айзенберг Жоз. Жоз — первый аромат от Айзенберг в мужской линейке, появившийся в 2001 году и положивший начало выходу парных ароматов бренда — мужских во флаконах темного стекла и женских, почти прозрачных. Жоз был первой такой темной лошадкой и оказался ароматом весьма удачным. Принадлежность композиции, мне кажется, неоднозначной. С одной стороны, это уверенный древесный фужер с пучком душистой лаванды и обязательным лимоном-бергамотом в стартовых нотах. Но с другой стороны, это аромат гурманский и даже слегка восточный. От классического фужерного начала до тёплого согревающего сердца здесь проходит не слишком много времени, но переход очень плавный, естественный. Вся композиция построена на взаимодействиях лаванды, кофейного аккорда и сладковатой амброво-ванильной базы. Кофе проходит через всю композицию практически неизменным. Это её фундамент, но обыгран кофе контрастно и с грамотно расставленными акцентами. Однозначно мужественный старт с заметным влиянием классики. Затем уступает место ванильно-амбровой сладости. Аромат не кажется сумбурным и контрастные элементы сбалансированы и аккуратны. Кофе ароматный, не бодрящий, а скорее уютный и согревающий. Ваниль несъедобно-кондитерская, а дымная и неприторно-слащавая. Лаванда при этом тоже не кричит, а лишь добавляет аромату статности и спокойной мужской элегантности. При этом каким-то деловым или костюмным его тоже не назвать. Он весьма жизнерадостный, такое приятное и уверенное спокойствие, когда кажется, что томный и богемный вечер ничто не способно омрачить. На комплименты ему тоже не скупятся. Все же композиция красивая, а такое необычное и хорошо собранное сочетание лаванды с кофе в любую погоду раскроется чем-то уютным и притягательным. Мужественность со сдержанной, но уверенной сексуальностью и добрый, спокойный характер. Пожалуй, это и есть жоз. Если вдруг он вам покажется излишне дерзким, то можно обратить внимание на версию в прозрачном флаконе. В этих версиях те же самые ноты, но акценты смещены с древесных и пряных в сторону пудровых и цветочных. Прозрачная версия несколько облегченная и может больше понравиться любителям мускусов. Ван дер Вудс от Кам де Гарсон работы очень уважаемого мною парфюмера Антуана Ли. Очевидно, что аромат для Кам де Гарсон вряд ли получился бы банальным, избитым или просто скучным. Даже такого, казалось бы, достаточно консервативного направления, как древесные ароматы. Особенно, если они позиционируются как мужские. И да, так и есть. Ван дер Вуд, что вольно можно перевести как чудо-дерево, это спокойный и сдержанный аромат, в котором живет дух новаторства и авангарда японского дома Рэйкова Куба. Им действительно удалось сделать в чем-то строгий, достаточно линейный и конвенциональный мужской аромат с интересным, самобытным и уникальным характером. Это древесина, кедровый спил, сухие опилки, обилие пряностей без отсылок к востоку, зелень, тоже древесная, не сочная и не травянистая, большое количество сандала и фирменный гарсоновский ладан. Ладан здесь не имеет этнической принадлежности, он придает аромату движения, пространства и воздух, который согрет пряностями. Пряности это перец, тмин и мускатный орех. Что же касается древесины, которой и посвящен аромат, то дерево здесь сладкое, прежде всего из-за сандала и не в последнюю очередь благодаря пачуле. Также чувствуется кипарис и ветивер, стандартный набор мужского древесного. Но большое количество сандала, пряностей и ладана вроде бы оставляет аромат на привычной мужской территории, но существенно преображает ее, создавая достаточно заметный крен в сторону унисексовости. На мой взгляд, Вандервуд это сбалансированная и ровно звучащая композиция из тугосплетенного перца, сандала, кедра и ладана. Острая, сладковатая, в меру прохладная и сухая. Какого-то заметного движения в аромате не будет, он лишь обозначит на старте свое присутствие звоном бергамота, чтобы в следующие секунды перейти в свое древесное агрегатное состояние. Композиция находится на стыке древесного и пряного направления, давая всем нотам прозвучать отчетливо и заметно. За этот шаг парфюмеры и креативного директора можно похвалить. Они не стали делать какой-то монолитный и плотный древесный аромат, а сделали композицию, которая хоть и не является нам каких-то заметных метаморфоз и волшебных превращений, но которую интересно изучать и разгадывать. В ней ничего не прячется, ничего не скрывается и ничего не лезет вперед. Каждую ноту можно разглядеть очень внимательно. Вандервуд замечательная композиция. Не банальная, пусть и не слишком смелая. Немного меланхоличная, пусть и очень комфортная в повседневном использовании. Несложная, пусть и достаточно красивая, чтобы обратить на себя внимание. Пожалуй, это именно тот случай, когда хочется именно чего-то новенького, но как-то смело экспериментировать не тянет. Вандервуд способен понравиться многим, а его характер не станет душить и утомлять. Кроме как осенью, мне представить его сложно. Именно в это время влажность, ранние сумерки и прохлада дадут аромату проявить свой характер. Согреть и подсластить нескончаемые осенние вечера. И на сегодня все. Расскажите в комментариях, какие ароматы еще могли бы войти в эту подборку на ваш взгляд. С вами был Андрей Новиков и YouTube-канал проект Арома. Спасибо и всего доброго. Продолжение следует...